Девушки отдыхают Викторию. Вика, спасибо, что вы пришли. Почему я сказала, что проблема не только ваша? Ваша дочь была инициатором того, чтобы вы появились здесь. Вы понимаете, почему? Разумеется, понимаю. С этой проблемой связана наша семейная история. Время от времени она меня ею упрекает. Это был один из первых творческих экзаменов в ее вузе. Для нее он был очень важен. Очень интересная постановка. Я очень хотела, чтобы я посмотрела эту постановку. Но сложилось так, что я не увидела эту постановку. А почему? Потому что у меня свойство опаздывать. Оно мне очень не нравится. Я осознаю эту проблему, но сделать с собой пока ничего не могу. А вам знакома такая проблема? Есть люди, которые тоже постоянно опаздывают. Расскажите мне еще о каких-то ситуациях, в которых вам само это доставляло просто массу проблем. Когда мы с подругой ездили отдыхать сами вдвоем, у нас было времени до поезда. Два часа или два с половиной. Но мы умудрились как-то так время это профукать, что нам пришлось вообще принимать решение, как этот поезд вообще догонять. Вот он стоит на соседнем пути, и можно было его достигнуть путем перехода по мосту. Как нормальные люди? Как нормальные люди. По времени мы не успевали. Что вы сделали? Мы полезли под поездом с чемоданами. Мы, когда увидели лица бабушек на перроне, продающих пирожки, это было нечто. Две взрошенные барышни пристойного вида с чемоданами вылезают из-под колес, а до отхода поезда минуты полторы. Вот так вот. Вы на поезд успели? Мы на поезд успели. Но мне от этого легче не становится. Но это ситуация, в которой из-за опоздания человек подвергает опасности себя, и не только себя, но и окружающих. Вика, с этим нужно что-то делать. Да. Я даже литературу читала. Я вот узнала, что любую полезную привычку можно выработать за 28 дней. Достаточно сосредоточиться и хотя бы 6 раз подряд прийти куда-то вовремя. И как бы привычка эта может укорениться. Сколько раз вы приходили вовремя? Больше двух раз подряд мне не удавалось прийти ни разу. Ну, скажем, на работу. Честно говоря, я вот с таким образцом опозданий и неуспеваний сталкиваюсь впервые. И поэтому мне очень хочется познакомить вас с человеком, который может помочь вам решить эту проблему. Но я заранее, Вика, вас предупреждаю, что вам тоже придется потрудиться. И довольно серьезно. Вы к этому готовы? Я готова. Поэтому я и здесь. Тогда самое время появиться здесь и сейчас нашему постоянному эксперту, психологу, который действительно сможет нам помочь. Встречайте Дмитрия Карпачева. Дим, я очень рада тебя видеть. Очень взаимно. И ты сейчас поймешь, почему. Здравствуй. Присаживайся, пожалуйста. Спасибо. Виктория – это человек, который за три минуты ввергла меня в состояние шока. Она здесь такие истории об опоздании рассказывает. Хорошо. Давайте попробуем разобраться. Во-первых, вначале хочу сказать, что управление временем, тайм-менеджмент – это действительно ряд навыков, ряд инструментов, которые помогут упростить жизнь. Некоторые из них я сейчас проиллюстрирую, потому что я знал, какая будет у нас сегодня тема и попросил Надю приготовить здесь некий реквизит. Внимание к времени – это психологическая склонность человека. В нейролингвистическом программировании есть такое понятие, как врата сортировки. Что это значит? У человека есть ряд фильтров, через которые он смотрит на мир. Как правило, люди обращают внимание на что происходит, на других людей, на ценности, на место, где это происходит, и на время. То есть способность концентрироваться на времени – это природная склонность. И если у человека нет такого навыка, вот он не заложен, то ему сложнее управлять своим временем. Научиться, конечно же, можно, но сложнее. Судя по вашим историям, у вас такого фильтра нет. Вы не привыкли обращать внимание на время в принципе. Я все время хожу с часами. И когда мне проконтролировать время надо, я могу его проконтролировать, но почему-то этого не делаю. Я хочу понять, почему я этого не делаю. Вот это вот и говорит о том, что у вас этого фильтра нет. Это не значит, что для человека вообще времени не существует, и он, глядя на часы, не может понять, который час. Просто для него время – не ценность. Скажите, сколько вам лет? Мне – 45. 45. А до какого возраста вы бы хотели прожить? Лет 110 меня бы устроило. Ладно, давайте смотреть реально на вещи. Вот, давайте ориентироваться на 80. Давайте представим, что вот этот вот пирог, он символизирует вашу жизнь. Весь этот пирог – это 80 лет. Вам сейчас 45, верно? Значит, ну, вот если это у нас половина, а 45, где-то вот так вот у вас осталось. Вот, смотрите. О, мурашки по спине. Отрезали. Карпачок режет жизнь. Смотрите, видите? Вот это вот то, что у вас осталось. А это то, что вы уже прожили. Этого у вас, в принципе, уже нет. Да, и этого тоже. Вы это уже прожили. Теперь смотрите. Осталось 35 лет. Треть от этого возраста. То есть порядка 11-12 лет вы проспите. При условии, что будете спать там 8 часов. А иногда же хочется спать подольше, да? Вот треть от этого куска – это где-то вот так. Вот мы это отрезаем. От оставшейся части я бы еще отрезал, ну, это процентов 15. Это то время, которое вы потратите на чищение зубов, стирку, ну, и прочие другие хлопоты. Поэтому вот мы берем и отрезаем. Этого тоже у вас, ну, фактически уже нет. А вот это вот то, что у вас осталось. Вот это вот ваша жизнь. Миновата. При том, что вы планируете жить до 80 лет. 12 лет активной жизни. Все остальное – это утиль. Утиль. Глядя на все это, есть смысл научиться управлять собственным временем? Безусловно. Хорошо. Первый шаг мы уже сделали. Мы для себя определили, что уметь управлять временем – это важный навык. Это ресурс, которому можно научиться, который можно приобрести. Что в самом начале нужно сделать? Первое – это усвоить, что есть две категории дел – важные и есть дела срочные. Вот гречка для нас будет символизировать дела срочные. Они, как правило, мелкие, но навряд ли они что-то в нашей жизни стратегически решают. Правда ведь? И есть дела действительно важные. Вот успеете вы накрутить волосы или нет – это дело мелкое. А вот опоздаете вы на экзамен собственной дочери или нет – это дело важное. Правда ведь? Смотрите, что происходит. Если мы возьмем мелкие дела и заполним наш день, тогда что происходит? Когда время дойдет до важных дел, сюда важные дела поместятся, ну, очень трудно, разве что если впихнуть. Что будет, если мы будем помнить о том, что кроме мелких и срочных дел у нас здесь значимые и важные? Давайте посмотрим. Вот мы проснулись и сделали какие-то мелкие дела. После этого мы сделали важное дело. Потом опять делали какие-то мелкие дела. После чего сделали еще одно важное дело. И потом опять мелкие дела. В итоге, несмотря на то, что некоторые мелкие дела остались невыполненными, мы сделали дела важные. Вам важно научиться понимать, какие ваши действия, которые вы делаете, являются срочными, а какие важными. Вот когда вы будете помнить о том, что есть важные дела, на выполнение которых у вас здесь всего лишь ограниченный объем времени, тогда, возможно, вы научитесь отказываться от того, что вам сейчас не нужно. От того, чем лучше пожертвовать. Правильно? Совершенно согласна с вами. У меня есть объяснение в таком плане, что если я куда-то опаздываю, значит, я очень не хочу туда идти. В ту же поликлинику или в налоговую инспекцию. Или на работу, куда Вика постоянно опаздывала. Совершенно верно, Виктория. Вот это вот вещь, которую я хотел тоже подчеркнуть. Крайне важно понимать, что если мы чего-то избегаем, а опоздание – это иногда способ избежать, мы этого не хотим. Яркой иллюстрацией этого принципа является следующий пример. Скажите, Надя, Виктория, знаете ли вы человека, который опоздал в туалет? Я ему не завидую. Это даже звучит смешно, правда ведь? Такого не бывает. Это физиологическая потребность, которая для нашего организма является крайне важной. Соответственно, если в вашей жизни есть вещи, которые вы не считаете важными, зачем вы тратите на них свою жизнь? Я вот сейчас возьму и оттяпаю от оставшегося вот еще такой кусок, который вы планируете потратить на вещи, которые для вас не важны. Смотрите. Вы готовы и этот кусок выбросить в мусор? Жалко. Жалко. Так, может, пора перестать делать то, что для вас не важно? Все-таки времени-то осталось не так уж и много. Я точно вам рекомендую просто почитать какую-то литературу на эту тему. Она, как правило, содержит массу рекомендаций, которые в вашем случае будут вам полезны. А эта иллюстрация, я думаю, вам покажет, что, в общем-то, время – это ресурс, который является важным. И самое интересное, что он конечен. Я читала такую книгу, она у меня даже есть дома. Искусство успевать. И? Я читаю, я там все понимаю, что пишут, соглашаюсь со всем этим. Какое-то время я помню, потом все возвращается на круги своя. Почему вы всего лишь некоторое время можете применять совет, который прочли в книге? Ответ очень простой. Потому что вы забываете. Для того, чтобы вы этого не забывали, есть очень хороший способ. Возьмите и главные цитаты, напечатайте на принтере и расклейте по квартире. Да, возможно, это будет выглядеть странно, на холодильнике, в туалете, в прихожей, в спальне. Но через полтора-два месяца, когда вы это все будете помнить наизусть, и когда это станет частью вашей жизни, я думаю, вы будете управлять временем более эффективно. Виктория, Дима вам помог сегодня? Да. Спасибо, Дима. Твои советы, как всегда, бесценны для всех нас. Управлять временем – это возможно. Но для начала нам нужно научиться управлять собой. И это получится. Нужно только следовать советам наших экспертов. Оставайтесь у меня в гостях.